всем добрый день всем желаю хорошего дня и хорошего настроения вы спросите чем же я занимаюсь с утра но уже не утро уже день я делаю коврик я нарезала колготки вот такими вот и вот плиту старые рваные всякие колготки на эти беру и плиту видите скручиваю сначала так и потом пропуская я тут нарезалась я целую коробочку и вот делаю но я хотела не об этом поговорить я хотела с вами поговорить вот о чем почитала я сегодня ночью комментарии была в шоке если честно как вы все напали на таню матаню танюша здесь ни при чем дорогие друзья не надо на нее нападать танюша хороший человек я вас очень прошу не надо зачем вы обижаете человека не зная его я вообще сделаю сейчас так что я уберу всех модераторов ну может одного-двух оставлю но не больше мы посмотрю еще может быть даже всех уберу модератор для того чтобы вы их не обижали потому что вы обижаете всех подряд вы не смотрите кто поэтому я наверно танечку я уже убрала виду того что вы обижаете человека я не хочу чтобы хорошего человека обижали лучше вы меня обижаете но не моих подписчиков кому не нравится как я разговариваю так пожалуйста да я деревня деревня буду специально так разговаривать для меня главное это найти некоторые пишут вот она не хочет меняться на данный момент для меня главное это прокормить моих детей до зарплаты ютуба пришла я накупила продуктов многие удивились как же так вы все деньги потратили ну потому что мне нужно кормить моих детей во первых я ничего такого не взяла да я купила комбикорм курям и что ну чтобы так же сама кормить детей я буду кормить курей куры будут приносить яйца а дети мои очень любят яички они каждый день могут есть свежие яички да в свои домашние это очень хорошо я считаю я не буду сейчас ни с кем ругаться на эти я не хочу ни с кем ругаться я желаю всем здоровья всем благополучия в этом нетрудное время что сейчас у нас происходит не хочу ни с кем ругаться мне тут одна написана асти вот ты просишь всех подписаться на другие каналы помочь им ты понимаешь что у тебя упадет просмотр да я понимаю и что теперь помогая ближнему и помогут тебе бабушка всегда говорит помогает другим а бог увидит кого обидеть а кого полюбить вот так вот я друзья скажу поэтому давайте не будем обижать других тем более вы не знаете этих людей и будем жить дружно и тогда будет мир во всем мире я это делаю так вот коврик уже много сделал если честно я попробую поднять все это то что я уже наделала вот столько еще не все подняла ребят сейчас попробую все поднять вот видите какая колбаса колбасей доделаю потом буду шить этот коврик я вам покажу как я его сшиваю потому что многие спрашивали как ты потом сшиваешь да иголкой с ниткой самый простой способ иголка с ниткой на эти мне нравятся такие коврики у нас был такой коврик один уже износился выкинули вот на следующий коврик накопила опять вот потихоньку делаю есть время делаю я сегодня позже обычного встала в 10 часов проснулась бабушка меня позвонила моя мы с ней разговаривали она горит настенька вставай печку лечи игру ну посмотрим я не умею печку лечи вот серьезно говорю не умею сегодня посмотрю какой-нибудь рецепт в интернете и попробую сделать не знаю что получится за молоком еще сходить у меня молока нету вот так вот так что давайте будем дорогие друзья жить дружно и не будем никого обижать я надеюсь на ваше понимание я надеюсь на ваши добрые сердца и будем жить дружно всем желаю здоровья всем желаю всего самого хорошего оставайтесь с нами дорогие друзья я сбегала уже сегодня в магазин купила молока и изюм сегодня у меня ночь будет бессонная будем с вами стряпать пасхи я буду их честно говорю я буду их печь первый раз я будем вместе с вами делать тесто я вообще боюсь я еще пытаюсь посмотреть в интернете рецепты с куличами и буду записывать аж страшно становится честно говоря страшно становится я боюсь потому что я никогда их не стряпала не когда-то я помогала бабушки принципе я знаю как и чё и ну страх все равно присутствует мне кажется это любая поймет меня поэтому оставайтесь со мной рецепт покажу подробно все вместе с вами будем стряпать всем добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами будем ставить тесто на пасхи сейчас мы с вами поставим опару для этого нам понадобится дрожжи я уже их растопила как видите и смешала с сахаром также нам понадобится сюда теплое молоко я уже его разогрела заранее хорошо размешиваю и также нам понадобится мука она у меня заранее просеянная все сейчас это размешаем и уберем в теплое место подниматься готовим опару для наших куличей сразу говорю дорогие друзья это первые мои куличи будут пасханы я раньше не пекла всегда сами стрелялась это покупали покупные сами не стряпали почему-то но я те раз пробовал они у меня не получились поэтому в этот раз будут получается пробовать не получится больше даже стряпать так что такие вот дела еще добавлять будем муку другими пару поставили теперь убираем ее теплое место для того чтобы она поднялась у нас в два раза она должна подняться выше чем она есть а пока опара поднимается мы будем с вами готовить дальше тесто дорогие друзья будем делать тесто на пасхе что нам для этого понадобится 200 грамм сахара также нам понадобится чайная ложка соли и ванильного сахара также нам понадобится сливочное масло я уже заранее растопила и сейчас буду сюда добавлять муку так сначала наверно все-таки размешаем не получится не знаю также дорогие друзья нам сюда надо 3 есть тут у меня 4 желтка и 2 белка 2 белка я оставила на глазурь но так как у меня семья большие больше делаю тесто чем надо что получится вот честно говорим не знаю также сейчас разогреем молоко пока мы с вами все замешивали у нас подошла смотрите как хорошо опара сейчас я ее добавляю к нам сюда и все эти тщательно перемешаем дорогие друзья добавляем муку и все перемешиваем не забывайте все перемешивать тщательно хорошо более подробный рецепт по которому я делаю я вам напишу в описании поэтому там уже сами смотрите я тоже есть честно боюсь первый раз делаю ну 2 замешиваем тесто сейчас замешаю тесто и покажу какой он у меня получится другие друзья вот почти вымесила тесто сейчас остатки чуть-чуть вымешиваю хорошенечко и все напишите вообще можете не так делаете это несколько рецептов просмотрела not самый такой простенький выбрала надеюсь получится ну если не получится все равно вкусно будет булочки все равно будут вкусные булочки вымешиваем наше тесто вот такое вот оно на эти мягенькое оно ни в коем случае не упругое его не надо упругим делать все дорогие друзья вымесили тесто теперь оставим его настаиваться в теплое место поднимется потом в него замешаем еще изюм а пока ставим изюм запариваться дорогие друзья стряпая куличи тесто до поставил я поняла что у меня нету форм нету форм для паски я их не купила и никаких у меня нету как я вышла решила выйти из положения я сейчас вам покажу у меня есть пергаментная бумага я из них сделал вот такие вот стаканчики стаканчики мне кажется получится нормально тесто подойдет и они получатся такие кругленькие как стаканчики до формы напишите как думаете но я понимаю что после этого скажу на пипец уже совсем ну ладно а вот эти хлебные формы я в них сделаю перегородку и тоже получится маленькие пасочки так что вот так сейчас замочу изюм помыла его хорошенько сейчас кипятком замочу его и пускай стоит пока тесто подходит дорогие друзья тесто у меня поднялась будем стряпать куличи дорогие мои друзья сейчас мы наше тесто выложим на стол вот такое то на мягкое пушистое получилось прям шикарное тесто дай бог чтоб куличи у нас получились хорошие сейчас немножко смажем маслом ручки и будем делать наше тесто сыпем сюда изюмчик заранее замоченный был я смотрела что везде изюм сыпали мукой я что-то не стала сыпать его ребята мукой сейчас вот так вот сделаем и замесим тесто вот так и теперь будем это замешивать наше тесто тут ванечка ко мне лезет вот так вот и сейчас немножко помесим его чтоб наши ягодки там распределились сейчас я вымешаю и все вам покажу дорогие друзья замесила я уже тесто вот такое вот оно у меня получилось хорошо размешала чтоб ягодки попались везде видите внизу и везде ягодки ягодок я много чересчур добавила поэтому должно получиться вкусно сейчас выложу форму и покажу вам все дорогие мои кое-как но я справилась положила формочки совсем по чуть-чуть теперь ставлю на теплое место чтобы поднималась и потом будем выпекать как поднимется я вам покажу дорогие друзья я расстроилась смотрите у меня все тесто вылезло из бумажек блин у меня не получается вообще расстроилась вот не не моё это печь паски напишите как можно формы сделать для пасок буду очень благодарна светик мне помогает делает помадку у меня формах ничего не получается я решила такие формочки сделать маленькие расстроилась и горка на эти подошел и говорит мама не расстраивайся лица говорит надо же куда-то что-то пробовать делать но не получилось в следующий раз говорит получится короче приободряет мама а света делает помадку для пасочек дорогие друзья вот такие вот у меня первые пасочки получились это я их делала вот в такой вот форме вот такие вот эти внутри между ними пергаментную бумажку ложила и вот так вот выпекала чуть-чуть под верхушкой сильно заделалась ну ничего сейчас помадкой помажем будет вкусно и положила еще две формы приготовила видите я вот так вот между ними бумажку уложу и все я ничего подойдут и поставлю в духовку выпекать а здесь мы вот такие вот сделали и света помадку доделает и будем мазать те попробуй если крупинок нет значит уже готова есть еще крупинки ну значит дело я уже дорогие друзья сходила в баню и вот выпекаю потихоньку я температуру сейчас убавила чтобы она как-то это равномерно пропекалась и вообще я гру я расстроилась до чертиков напишите из чего можно сделать формочки я помню раньше у нас бабушка делала из старых железных кружек такие ручки там дедушка и отпиливал а эти кружки были хорошо для этого у меня таких кружек нету железных банки железные только у нас банок железных нету короче у нас ничего нету дорогие друзья испекла вот эти вот пасхи которые в форме делала не очень конечно получились я прям недовольная ну в целом получились красивенькие так вот отломить поесть очень даже вкусно будет сейчас остынут и дам деткам если вам понравилось то ставьте лайки дорогие друзья что могу сказать уже почти все съела и вспомнила что я не записала внутри мягкие у меня помадка все в пальцы и очень вкусные корочка хрустящая принципе очень вкусно поэтому рецепт я оставлю в описании проходите смотрите пользуйтесь мы все вам конечно понравится ну и подписывайтесь на наш канал я еще дальше стряпа еще посмотрю что у меня форме с кексиками получится и потом вам покажу поэтому вы далеко не убегать испекла дорогие друзья маленькие пасочки ну-ка кексики такие да сейчас покрою глазурью и поставила последнюю партию наконец-то выпекать пасок уже устала время у нас уже 12 часов ночи а мы все еще ну по крайней мере я все еще сейчас покрою вот таким вот образом все свои пасочки мини пасочки и буду ждать следующую партию всем кто пекет всем кто кушать всем приятного аппетита все дорогие друзья напекла я кучу пасок вот столько вот и дети уже на елисе все я устала время первый час ночи все я допекла можно ложиться спать всем кому понравился дорогие друзья сегодняшний влог подписывайтесь на наш канал если вы еще не подписан нажимайте на колокольчик пишите ваши комментарии рецепт я оставлю под описание видео да если вам понравилось пишите будем очень благодарны и вот прошел мой день причем прошел мягко сказано устала устала если честно но ничего я довольна что у меня завтра дети с утра встанут из первое что они начнут кушать это сладенькие куличи подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки всем желаю здоровья всем желаю благополучия всем пока пока